Первые фото со съемок Человека-паука 3, возвращение Капитана Америка и новая фаза киновселенной Марвел. Привет, бои и скауты, с вами Кьюбайт. В этом ролике поговорим о новостях, которые появились в сети за последнюю неделю. Огромное спасибо за поддержку прошлого выпуска, он попал на седьмое место в тренде, в топ ютуба. Спасибо большое, буду рад, если этот ролик вы тоже поддержите лайком. Может быть, пятое место добьем. Тем более, новости сегодня погорячее. Как и в прошлом выпуске, есть новость, которая стремительно возвышается над всеми остальными. Энтони Маки, новый Капитан Америка, считает, что его задница лучше, чем у Криса Эванса. Такие новости мы заслужили. Не красил ваш зад. Не нравится, не смотри. Чудовищно. Отличный зад, Кэп, это зад Америки. В Мстителях Финал Марвел сами пошутили над задницей Америки, и теперь это перерастает в нечто большее. Энтони Маки говорит, что они с Крисом постоянно соперничают и подшучивают друг на другом, и решают, у кого она круче. Неужто грядет новая гражданская война? А за это правда что надо? Напомню, первый проект, где мы увидим нового Капитана Америки в действии, им станет Сокол, Энтони Маки. Это Сокол и Зимний Солдат, который выйдет в марте после выхода Ванда Вижн. После того, как сериал завершится, через неделю стартует новый сериал от Марвел. Это ли не чудо? Марвел всячески пытаются, как всегда, скрыть самые важные и крутые детали, но их фигурки по лицензии Марвел не дают это сделать никогда. Все сливают. Часто любят это делать именно Хасбро, и появился первый взгляд на новый костюм Кэпа, костюм Сокола, и он выглядит супер канонично, прям как в комиксах. Конечно, уже начали появляться арты. В целом, многие предполагали, что так будет новый выглядеть Капитан Америка. Так оно и есть. В комиксах пожилой Стив Роджерс передал титул Соколу, так же было и в киновселенной. Костюм там примерно такой же теперь, как и будет в киновселенной. Марвел тщательно следует комиксам. Это хорошо. Ну и раз мы зашли на территорию Капитанов Америк, Америки, Крис Эванс возвращается в киновселенную Марвел. По крайней мере, так сообщают Дедлайн. Они говорят, что он уже находится в финальной стадии переговоров и вернется в киновселенную в каком-то роде, в какой-то роли. Ну, то есть, в роли Стива Роджерса, конечно. То есть, Капитан Америка вроде покинул нас в Мстителях Финал, но самое забавное, что Крис Эванс после выхода Мстителей Финал часто сообщал, что все, история с Марвел закончена. Мой путь пройден, пройден отлично. Я думаю, что на этом можно завершить. Но, как обычно бывает, как и в комиксах, персонажи не умирают. Так и в киновселенной они не уходят надолго. Очень иронично, что изначально в киновселенной было три иконы. Это Тор, Капитан Америка и, конечно, Железный Человек. Так, двое из них уже ушли. Железный Человек просто феноменально закончил свою арку. Он пожертвовал собой ради жизни всей планеты. Капитан Америка получил свое продолжение. То есть, он прожил жизнь. Они обменялись с Тони Старком своими вариантами. То есть, Тони хотел спокойно прожить жизнь. А Стив всегда был готов пожертвовать. Они поменялись. И отлично закончили свои арки. Остался только Тор, и он только будет продолжать. Но теперь, вроде как, эти два персонажа возвращаются. Очень много слухов о том, что Тони Старк вернется в каком-либо виде. Или голограмма, или реально камео. Ну и теперь еще и новость, что Крис Эванс возвращается. Он не будет играть какую-то главную роль, как сообщает Дедлайн. А будет что-то вроде камео появляться. Типа как Тони Старк после своего третьего фильма. То есть, Железного Человека 3. Он появлялся в Гражданке. Но, по сути, это главная роль. Появлялся в Человеке-пауке и так далее. Вы знаете. И теперь, якобы, Крис Эванс в роли Стива Роджиуса будет появляться точно так же. Вариантов есть много. Могут ли показать Капитана Америку, который служит Гидре? В Докторе Стрэнджа 2, там мультивселенная, все возможно. Вполне. Могут показать приключения по возвращению Камней Бесконечности. Что нам не показали в Мстителях Финал. То есть, он просто вернул все камни и вдруг резко вернулся уже старым. И вот этот этап остается еще не объясненным в киновселенной. Поэтому могут показать в каком-то коротком сериале. Хотя он будет стоить очень дорого. Могут показать, как он возвращает Камни Бесконечности на свои места. То есть, на Вармире, в Вселенную Мстителей и так далее. Раскидать их по разным точкам. Это суперопасное приключение. Но я думаю, это можно было бы весело экранизировать. Но стоило бы это очень дорого. Один из самых правдоподобных вариантов, как я считаю, это могут показать, что он делал после Гражданской войны. То есть, этот этап мы тоже не видели. Несколько лет мы пропустили. То есть, он ушел в Гражданской войне. Бросил щит. И позже мы увидели его в Войне Бесконечности. Уже с бородой, уже оброшен. И вот как раз-таки этот промежуток, мы не знаем, что он делал. Но он был в команде с Черной Вдовой и Соколом. Это тоже можно экранизировать хотя бы в качестве сериала. Менее правдоподобная версия, но более интересная. Более насыщенная для фанатов. Могут показать в каком-либо проекте флэшбэк Второй мировой войны, как Капитан Америка встречается с Джеймсом Хоулитом, а.к. Логаном, а.к. Росомахой. Это было бы и введение персонажа, то есть показать, как он впервые начал интегрироваться в киновселенную. Ну и, конечно, камео Кэпа, которое обязано там быть. Также еще в давнем ролике по Ванда Вижн я упоминал, что Кэп может появиться в качестве наставника для молодых Мстителей, для молодых героев. Вы помните, что в Мстителях Финал он вернул камни и прожил долгую жизнь с Пегги Картер. То есть то, что он так долго хотел с ней встретиться, потанцевать и прожить целую жизнь, он состарился. То есть прожил очень долго. И нам могут показать его жизнь в альтернативной реальности, где он не участвовал в геройствах, а, возможно, начал наставничать, обучать молодых героев. И одна из них это Америка Чавес или Америка Чавес, которая уже официально появится в Докторе Стрэнджи 2. С удовольствием почитаю ваши варианты, как может вернуться Капитан Америка, Стив Роджерс в киновселенную, в каком виде, в каком камео. Напишите. И, кстати, о Ванда Вижн. Стартовала четвертая фаза, сериал стартовал, первые две серии уже можно посмотреть официально. Я уже тоже их посмотрел онлайн на Твиче, далее сделал реакции на YouTube-канале, уже есть полноценный разбор первой серии, можете по подсказке здесь посмотреть. Конечно, сначала посмотрите и ознакомьтесь с самим сериалом. Вам это займет только час времени. Я уверен, что вам понравится, очень многим нравится. Есть, конечно, те, кто не особо понимает, что происходит. Но это на время, потом все будет нарастать, все будет объясняться в самих сериях. Ну и также можете мои ролики посмотреть. Короче, контент я наделал, как и обещал. Вам остается только поддержать его. Знаменитый актер Итан Хоук присоединился к касту сериала «Лунный рыцарь». Совсем недавно мы только узнали, что Оскар Айзек сыграет главного героя. Вот теперь присоединяется еще более значимый актер в киноиндустрии, по крайней мере, на данный момент. Итан Хоук и сыграет неизвестного пока злодея. Сериал уже набирает внушительный каст. Совсем недавно создатели сообщили, что будут элементы хоррора, а сам сериал будет нечто вроде триллер-боевик. Ждем в 2022 году, должно быть суперски. Не особо надежный ресурс фэндом Вэйр сообщает, что Майкл Б. Джордан вернется в «Черную пантеру 2». Я напомню, он сыграл антагониста в первом фильме, Киллмонгера, который пытался занять престол Ваканды и стать новой «Черной пантерой». По сути, у него это получилось. Но он, спойлер, погиб в финале фильма. Все сделано драматично, на высшем уровне. Ну, не все, конечно. Графика оставляет желать лучшего, например. Но, тем не менее, персонаж ушел, его слили, если так можно сказать, но слили красиво. Но теперь вы знаете, что Чедвик Боузман уже не вернется к «Черной пантере 2», потому что он умер в прошлом году. Но Marvel обнадежили фанатов и сказали, что возвращение с помощью компьютерной графики или рекаст актера, то есть замена на другого актера, его не будет. И станет новой «Черной пантерой» кто-то уже из знакомых персонажей. И, конечно, на ум сразу приходит Шури или Киллмонгер, но он погиб, поэтому только Шури. Но теперь якобы Киллмонгер возвращается, и это, по сути, его законное место. Если вы с удовольствием смотрели проекты Marvel на Netflix, «Сорви голова», «Каратель», «Джессика Джонс», «Железный кулак», он же Дэнни Рэнс, «Защитник города Кун Лунь», «Враг руки», «Убийца дракона», «Разрушитель цепей», «Победитель турнира 7 мастеров» и «Владелец 51% акций». Так вот, Кевин Файги успокоил фанатов и сказал, что с этими персонажами не все потеряно, они на прицеле у Marvel Studios, Чарли Кокс, я напомню, по слухам должен появиться в «Человеке-пауке 3», Джессика Джонс по слухам появится в «Женщине Халк», и, я думаю, другие персонажи со временем подтянутся в киновселенную в том или ином виде. Занятно, что редактор сайта Comic Book Брэндон Дэвис в своем подкасте сообщил, что Чарли Кокс не только официально как бы вернется к роли Мэтта Мердока, но он уже появился на съемках «Человека-паука 3», был замечен, якобы, возможно, уже отснялся в фильме, в своем камео. Неизвестно, в каком амплуа он предстанет зрителям, то есть или это только адвокат Питера Паркера, который ему 100% будет нужен, это Мэтт Мердок, или же он наденет костюм дьявола адской кухни. Бен Аффлек, пока еще нынешний Бэтмен Диси, поделился своей симпатией Кевину Файке, главе Marvel Studios, высказал, что это, пожалуй, лучший продюсер Голливуда, и это человек, который точно знает, чего он хочет. Неужто стоит ждать Бен Аффлека в какой-либо роли в киновселенной Marvel? Я бы с удовольствием посмотрел, если бы он сыграл не своим лицом даже больше, а под гримом, под графикой, ну знаете, захват движений, сыграл бы существо из Фантастической Четверки, вот это было бы нечто. Я пошутил и сам этого не понял, потому что его зовут и существо, и нечто. Вот он, генератор шуток Marvel, коллега по цеху Аффлека, Генри Кавилл, а.к. Супермен, видимо, готовит себе подушку безопасности, и наметил роль себе капитана Британии, тем более, что сам актер из Британии, наметил себе роль этого персонажа, тем более, намеки на появление его есть уже в фильмах Marvel, поэтому он вполне может скоро появиться. Я бы с удовольствием посмотрел, потому что он идеально вписывается, и он обалденный. Ну и на финал я оставил самое сладенькое, фотографии со съемок Человека-паука 3. Я думаю, если вы смотрите мои новостные выпуски, вы помните, что я говорил, в январе будут фотки, и это оказалось правдой. Но инсайдер Чарльз Мерфи говорит, что в январе может просочиться, конечно же, тайным образом, фотографии со съемок Человека-паука 3, где мы можем увидеть и Эндрю Гарфилда, и Тоби Магуэра, ну и хотя бы Тома Холланда в костюме. Это уже хоть что-то. По фотографиям, по локациям можно понять, что действия фильма будут происходить в Рождество, в канун Рождества, так или иначе зимой, потому что на вывесках есть Merry Christmas, то есть поздравления различные, и это то, чего я ждал. Я помню, еще после Вдали от дома начали появляться арты Паучка в снегу, и я супер хочу увидеть атмосферу такого рождественского заснеженного Нью-Йорка, то, что мы уже вот недавно увидели в Майлзе Моралесе, и я рад, что теперь это перейдет в киновселенную фильм. Это прям супер лампово выглядит, и знаете, это будет обалденно посмотреть под Новый Год. То есть и атмосфера праздника, и плюс еще какой-то боевик-триллер-экшен с Человеком-пауком, ну идеально же. Правда, многие, и, честно говоря, я в том числе, слегка сомневаются в том, что фильм выйдет 16 декабря, сейчас его дата это 16 декабря этого года, то есть уже меньше, чем через год мы увидим фильм, а он еще даже не доснялся, он еще даже не смонтирован, там еще не доделана графика, а графики будет много. Как они это все успеют, я не знаю. Если вы успеете, и реально он выйдет в срок, я, ну, носок, конечно, свой не съем, но что-то я должен буду, побреюсь на лыс, реально. Это опасно. Забыли то, что я сказал. Конечно, мы на фотографиях увидели Человека-паука, Тома Холланда в костюме Человека-паука, наконец-то. И костюм мы этот видели уже во вдали от дома, то есть это тот самый костюм, нового пока не сделали, но я уверен, что в фильме появится пятерку новых костюмов паучка, тем более не забывайте, что там будет, скорее всего, ну, прям, давайте уж говорить, что это факт, Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилл, другие пауки, и плюс еще мультивселенная, то есть какие-то, возможно, другие версии, там, сага о клонах. Зачем это делают? Уже много раз говорилось, чтобы продавать фигурки, чтобы зарабатывать на этом деньги. Зачастую на продаже мерча зарабатывают больше, чем на самом фильме, поэтому это логично. Поэтому и во вдали от дома было много разных костюмов, которые, может быть, появлялись ненадолго и не особо были нужны сюжету, но были нужны для продажи фигурок. То же самое сделают здесь, и я уверен, что они отыграются еще на мерч, и мы увидим много разных фигурок, в том числе и фигурки Тоби Магуайра, Человека-паука, того самого из детства. Но прикольно, что костюм они немного поменяли, то есть он слегка отличается от того, что мы видели во вдали от дома, то есть убрались вот эти штуки для картриджей, маленькие вставки черные, и сам костюм стал более, ну, вот, низ костюма стал стрелкой. Но если вас не удивляет танцующий Том Холланд в костюме Паука у светофора, то вас точно удивит, что на съемках был замечен не только Холланд Том, но и Холланд Гарри. Это родной брат Тома Холланда, у него их несколько, и вот Гарри Холланд был замечен на съемках. Но самое интересное не это. Еще, не знаю, может, пару недель назад в Твиттере мне написали, что вот появилась фотография у Тома Холланда, и там отмечен, ну, Гарри, они вместе обнимаются, и там отмечен режиссер, там отмечены актеры, и это очень необычно для семейного фото. Ну, то же самое, что вы сфоткаетесь с другом и зачем-то отметите, там, Кевина Файги. Для чего это делать, непонятно, но теперь это набирает обороты, потому что я тогда еще пошутил, типа, Гарри Осборн в киновселенной найден, но теперь уже не смешно, потому что Гарри Холланд реально появился на съемках. Но вот вам легкая теория, что если это аналог сцены из первого фильма о Человеке-пауке, Возвращение домой, помните сцену, где Питер поймал грабителя велосипеда и не мог найти владельца этого самого велосипеда. Что если владельцем в конце фильма окажется брат Тома Холланда, Гарри Холланд, и он сыграет неизвестного персонажа, возможно, даже Осборна, который катается на велике, но сама локация очень похожа на ту сцену, на ту локацию, и почему-то Гарри подвешен на тросы. Пишите, что вы думаете по поводу фотографий Человека-паука 3. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим еще больше фоток, возможно, даже какие-то приятные камео, типа как Тоби Магуайр, Чарли Кокс, Эндрю Гарфилд или что-то, может быть, попроще, но тоже мозговзрывающее. Думаю, скоро что-то появится такое в сети, вот прям есть моя пауча-чуйка где-то здесь. Поддерживайте ролик лайком, если вам понравилось, если вам нравятся такие новостные выпуски, подписывайтесь на канал, смотрите другие ролики, особенно по Ванда Вижн, и жду вас на Твич-канале в пятницу, будем смотреть серию третью Ванда Вижн онлайн. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok